Это интегрированный урок по биологии, химии и физике одновременно. Сейчас на нем ребята изучают воду, ее свойства. Делают они это, проводя эксперименты. Это хороший опыт, посмотреть на предмет, на вещество с другой стороны. Ну и кроме того, опыт провели, узнали свойства воды, увидели, насколько она хорошо растворяет различные примеси. Выяснили, что наша водопроводная вода из обычного крана подходит по нормам питьевой воды. С 1 сентября этого года в школе имени Героя России Виктора Матвеева в Лесном появились три класса оборудованных по центре «Точка роста» – лаборатория физики, лаборатория химии и биологии и лаборатория технологии. В последних на уроках, как правило, занимаются моделированием и построением. У нас, как вы видите, несколько наборов. Лего обычный, который при помощи двигателей осуществляет движение. Два вида манипуляторов. Один более легкий для детей младшей группы и более сложный. В связи с тем, что я пока занимаюсь только с пятыми классами, я буду осваивать оба. И стем-мастерскую, и манипулятор тоже. И так же, как и на всех уроках, сегодня тоже мы собираем эти манипуляторы. Сегодня первый, который более для младшей группы, попроще, мы его дособирали. Сегодня будем отдавать учителю информатики для программирования. Ребят, расскажите, что вы такое собрали? Это манипулятор на колесах. Его надо будет запрограммировать, и он будет подбирать предметы разные. Расскажите, сложно было сделать? Вообще, что делали? Ну, было не прям легко, но и не прям сложно. Вот провода нам было подключать, микросхемы, микроплаты. Центры «Точка роста» создаются в рамках федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». Это структурные подразделения общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Такие центры открывают в школах, сельской местности и малых городах России. Среди основных задач – создание условий для внедрения новых методов обучения, а также их совершенствования. Современный ученик не только должен получить сумму знаний, но и должен уметь применять эти знания на практике. Я говорю о развитии функциональной грамотности ученика. «Точка роста» в этом помогает. И создаваемая среда «Точки роста» помогает школьнику сориентировать вектор профиля образования, помогает ребенку выбрать будущую профессию, осваивать цифровые ресурсы, учиться создавать продукт в своей деятельности, который очень нужен обществу. Во всех трех кабинетах, которые переделаны по «Точке роста», сделали ремонт и поставили новую мебель. Для центров приобрели набор робототехники, три компьютера и многофункциональное устройство. Таким образом, в школе появились три цифровые лаборатории. Евгения Кламиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.